здравствуйте эта программа открытый диалог и сегодня мы с вами говорим о здоровых зубах когда-то я помню все любили слова зубник на что всегда обижались врачи которые называются стоматологи вот о стоматологической службе города городского круга люберцы мы поговорим сегодня тем более что у нас гостях ирина назилина руководитель стоматологической службы люберецкой областной больнице здравствуйте ирина вот ну во первых спасибо что пришли потому что стоматологическая история но я не знаю у нас человек многим чем болеет но когда болит зуб мне кажется хочешь не хочешь если конечно не пользоваться дверными ручками или какими-то другими способами для вырывания зубов но человек все равно должен прийти к вам и как я понимаю если есть целая стоматологическая служба то вы здесь появились не случайно есть какие-то изменения давайте прям с них и начнем что сегодня из себя представляет это стоматологическая служба в городском округе люберцы значит на данный момент в люберецкой областной больнице существует четыре стоматологических отделения взрослых одно детское ортопедическое отделение зуботехнической лаборатории того 6 до пульс до этого получается 6 отделить вот и перед проведением централизации которая прошла недавно люберецкой областной больницы именно стоматологической службы кабинеты одиночные кабинеты приема были расположены в отдельных там поликлинических отделений это не совсем удобно для проведения качественного лечения также не соответствует требованиям стандартов раньше они были разбросаны до до стоматологической помощи соответственно без сокращения и там увольнения врачей всего прочего было произведено перемещение то есть созданы вот эти вот сейчас на данный момент большие вины и отделения которым оказывается многофункциональная помощь то бишь то терапия рентгенологические исследования хирург да да сейчас мы более конкретно об этом поговорим чтобы сразу расстать точки над и насколько я понимаю когда у тебя был зубной кабинет и вдруг он куда-то исчезает ты начинаешь нервничать ничего не узнавая то есть на сегодняшний день эти кабинеты одиночки в которых не хватало всего того что необходимо для комплексного подхода переехали вот эти крупно крупные такие комплексы вот теперь давайте поговорим если человек вот у него заболел зуб но не сильно на заболел он пришел на прием что он может получить в этом комплексе какой объем услуг первоначально конечно это осмотр врача там терапевта или врача общей практики стоматолога вот для уточнения там жалоб и уточнение там предварительного диагноза если необходимо далее он направляется на рентгенологическое исследование ира или радиовизиографическое исследование там определенного сегмента который беспокоит далее если это зуба необходимо лечить его принимает также врач-стоматолог терапевт или врач-стоматолог общей практики если все таки зуб необходимо удалять он также тут же попадает врачу-стоматологу-хирургу потому что вот я помню даже по москве что не знаю как сейчас давно не обращался чтобы вырывать зубы да но я помню точно что вырывали в где-то в другом месте ты например приходишь частный кабинет какой-то я даже не говорю в государственной и тебе говорят нет мы не рвем зубы и надо ехать куда-то далеко то сейчас если уж к сожалению приходится удалять зуб то все это можно сделать в этом комп конечно и также под рентген контролем что не было возможно сделать вот в этих одиночных кабинетов и я так понимаю комплекс специалистов некая смена до дежурит вот именно в таком формате все отделение работают с 8 до 8 в две смены и также в общем-то прием и плановые экстренные ведется с 8 до 8 в две смены и сколько теперь а как они расположены городском округе люберцы я сейчас почему этот вопрос адресу потому что но логика есть да когда человек живет рядом с поликлиникой ну или там с кабинетом он спустился там подошел и решил все свои проблемы и он думает но ему говорят например надо сделать рентген надо поехать там на другой край города некоторые говорят хорошо съели некоторые возмущаются и теперь я так понимаю что появились вопросы у тех людей которые этого кабинета не нашли и они переживают по поводу того что а стоит ли мне ехать ну вот то есть понимаете да о чем я говорю насколько сейчас уменьшился поток или насколько вот это возмущение людей переездом сменилось удовольствием от полученных услуг полученных возможностей но у человека есть право выбора обратиться он может в любое из данных стоматологических учреждений то есть калка в отделении которые ему ближе и удобнее транспортной доступности то есть и рассосредоточены они также фактически по всему округу чтобы удобно до чтоб также было удобно людям добираться это и центральная часть и северная сторона люберец и дальше туда люберецкий округ и птицефабрика малаховка поселок октябрьский то есть проблем вот таких катастрофических с транспортной доступностью до учреждений их нет а вот сами эти стоматологические отделения они на базе чего ведь я так понимаю раньше если был кабинет теперь это надо было где-то все собрать то есть они располагаются также на базе поликлиник где собственно говоря они были просто мелкие кабинеты они влились вот в эти более крупные отделения расширюсь также да то есть также они находятся поликлинических учреждений к любому люберец к областной больниц как давно этот процесс уже идет как вот там работает это происходило постепенно там в течение года не размещали до перемещали там одно отделение в другое соединяли потом кабинеты вот сейчас вот в данный момент вот мы вышли на 4 полноценных многофункциональных отделения и ну плюс вот детская ортопедическая я так понимаю с точки зрения логистики вашей логистики логистики руководства логистики мы еще во второй части поговорим а то чем лечат как лечат потому что как вы понимаете всегда есть четкое деление у людей государственная стоматология и вся другая это так вот то есть по логистике вам тоже удобно сейчас да вы получаете какую-то информацию а так нужно было с этих разных кабинетов кто-то забыл кто-то чего-то да безусловно конечно когда это все находится в одном месте и на оформление документации контроля работы и контроль качества все это конечно более удобно производить а это было сделано именно в городском округе люберцы или это такая глобальная такая программа она есть и округа выходит на это потому что требования министерства здравоохранения требования страховых компаний они меняются помощь нужно оказывать здесь и сейчас и в общем-то в кратчайшие сроки максимально максимально да и она должна быть своевременно доступна и потому что одиночные кабинеты они предусматривали работу там одного врача если врач болеет то опять-таки люди перемещались а когда много сотрудников много врачей то нужно же она будет доказана и потом человечество может понимая что существует человеческий фактор вот вы говорите заболела или там опоздала или всякое бывает на пришло или еще что-то и жалобы и так далее вот уже система это работает есть можно сказать что она фактически полностью уже в строю каковы отзывы следите ли вы за тем что говорят люди что они может быть публикуют где-то какая-то обратная связь существует у вас да конечно то есть пациенты отмечают удобства обслушивания и отсутствие вот этого перемещения для дополнительных методов исследования вот так же плюс ортопедическое отделение то есть позволяет производить тут же консультацию допустим пациента о дальнейших ну кому это естественно необходимо и по показаниям кому необходимо дальнейшее ортопедическое лечение что ранее тоже было невозможно поэтому это экономит время пациента ну и в общем-то общая картина как даже хочется знаете как что-то типа как это называется мрт да когда тебя полностью просканировали ты в курсе всех событий он помучился немножко да но еще такой вопрос а как с очередями как с вот этим человеческим фактором со стороны пациентов у нас запись пациента происходит в системе ими а за доступность также мониторится министерством и нашим руководством то есть нет такого что ты заходишь все занято такого как раньше там отмечалось без электронной записи о том что там очереди на две недели все у нас такого не отмечается сроки ожидания ноги на двух-трех дней иногда даже можно попасть день день если конечно это острая боль то пациенты принимаются сразу и никаких проблем с этим но и там вторичные третичные следующие приемы тоже как-то выстраиваешь на не тот же пациент может записаться или его назначат врач и уже и врач и пациент планирует свое время для дальнейшего приема вот такой вопрос может быть неожиданный зубы к сожалению болеют не только людей которые могут к вам прийти но и на есть люди у которых но лежачие больные или совсем еще маленькие детки она по-разному бывает есть какой-то вариант выезда врача на дом или что-то подобное но предусмотрен подмосковье тарифный план нас не входит а вызов врача-стоматолога на дом но тем не менее в округе это осуществляется следующим образом у нас есть отделение стационарной челюстно-лицевой хирургии ну потому что в условиях там квартиры в общем то да не совсем это как сказать соответствует санитарным нормам удаления вмешательства и все прочее тем более лежащие люди это ослабленный иммунитет это сопутствующая патология которая может тоже давать там непредсказуемые моменты поэтому если вот прям необходим этого пациента госпитализируется в отделении челюстно-лицевого в отделении челюстно-лицевой хирургии соответственно уже могут получить эту помощь но в условиях стационара хорошо на сегодняшний день все отделения заполнены то есть работа идет полномасштабная все то есть нету потому что 4 кажется вроде как и много с другой стороны вроде как и мало детская только одно детей меньше зубы болит детское одно отделение оно сформировано следующим образом то есть основное большое отделение находится в одном поликлиническим отделение и также есть филиалы но считается как бы она вот одним детским отделением вот поэтому там в принципе территориально все это также расположено поэтому что позволяет обеспечивать хорошую доступность расселения под для попадания вот на прием напомню что во второй части мы будем говорить уже непосредственно как и чем лечат это нас тоже интересуют эти вопросы но прежде такой может быть тоже неожиданный вопрос а как вообще сейчас у населения с зубами я помню что всегда люди ну боялись врачей стоматологов вот вылетали у них зубы либо как-то них удаляли вот в этих специальных отделениях ну так и оставались да не задумывались что можно или могли спасти зуб но и задумывались вот вы как профессионал сегодня оцениваете те люди которые приходят детские болезни зубов мы в каком направлении в направлении сохранения зубов двигаемся или к сожалению население не задумывается об этом в плане профилактики вообще в плане профилактики у детского населения конечно да родители заботятся все-таки сейчас учитывая вот массовая реклама и профилактических средств и гигиенических средств родители следят за здоровьем зубов у детей и видимо как бы в последующем у детей тоже формируется это все более старшее поколение конечно да есть то есть обращаются там в крайних ситуациях когда уже боль хотя на каждом приеме врачи проводят профилактические беседы о том что лучше своевременное обращение к стоматологу и вообще стоматолог нацелен на сохранение зубов то есть максимальное до сохранение зубов вот при лечении вот мы сейчас поговорим о возможностях просто я почему этот вопрос адресовал чтобы вы услышали что эти отделения есть я имею ввиду наши а телезрители и как я сказал зубы к сожалению болят у всех самого разного возраста и нужно не стесняться прийти потому что врач хороший профессиональный врач а мы других и не держим правильно вот он всегда увидит что вот этот зуб надо сейчас с ним работать вот этот у вас скорее всего скоро подойдет вот ну то есть видит всю картину то что нам даже и ну мы ничего не считываем эту информацию поэтому для того что а зубы как известно влияют на все органы человеческой жизни поэтому важно обратиться вовремя тем более видите есть такая возможность что если что-то врач заметит какие-то у вас странности то у вас на рентген могут послать тут же да и какие-то другие сделать операции и так у нас в студии руководитель стоматологической службы люберецкой областной больницы ирина назилина и вот сейчас мы ее во второй части в кавычках будем пытать откуда какими средствами на все это я имею ввиду какие материалы употребляются что можно сделать как какие скажем так операции можно сделать я имею ввиду не хирургические а вообще с зубами все это мы узнаем во второй части так что дождитесь вам будет интересно напомню что эта программа открытый диалог у нас студии руководитель стоматологической службы люберецкой областной больницы ирина назилина и рин вот такой вопрос прежде всего стоматолог это одна из таких профессий когда детей отправляют медицинские учреждения говорят людей зубы будут болеть всегда и понятно что огромное количество частных кабинетов и там предлагают самые разные материалы и безумно дорогие и какие-то просто заоблачные там среднестатистические так далее какими материалами пользуются сегодня государственная стоматологическая медицина откуда вы их получаете как вы их распределяете и это материалы которые ну действительно работают или они гораздо хуже того что могут предложить в частной клинике материалы естественно про закупаются закупаются наши организации да то есть там технологии это все эти разрешения по закупкам это все одобрено министерством здравоохранения московской области есть определенный протокол закупок который соблюдается вот и все материалы в общем-то приобретаются что касаемо особенностей материалов то ну конечно детской стоматологии там должны быть безопасные материалы также материалы обладающие профилактическими свойствами то есть это вторсодержащие цементы там всевозможная безопасная анестезия этого объема материалов достаточно для оказания помощи детям что немаловажно что все-таки человек должен обращаться вовремя и чем меньше эта проблема тем она решается легче и это занимает меньше времени плюс эта работа будет более долговечной при меньшем дефекте допустим тоже самого зуба что касаемо взрослой стоматологии также применяются материалы согласно территориальной программе омс также восстанавливаются зубы часто мы рекомендуем при разрушенных зубах конечно по показаниям они есть они прописаны и при степени разрушенности зуба это ортопедические конструкции то есть также почему в этих многофункциональных отделениях может проконсультировать врач терапевт ой врач терапевт и врач ортопед и уже подробно объяснить как и что мы можем спасти и восстановить этот зуб вот смотрите это начнем с простого дети понятно отдельный вопрос давайте взрослых возьмем тем более целых четыре деле вот пломба ну я не медик в трудно сказать скажем не запущенный зуб такой с но просто нужно делать пломбу обычно в той же частной клинике предлагают есть такой-то материал из такой-то в принципе пациент выбирает исходя скорее всего из стоимости чем может не в курсе что то что-то расскажет конечно все от врача зависит я так понимаю что есть утвержденные материалы которыми пользуются по мс то есть вот сделали ему пломбу эта пломба может простоять долго либо пломба сделанная в частной клинике будет стоять дольше чем пломба которая сделана по мс абсолютно не факт все зависит от дефекта зуба на определенный дефект на локализацию этой полости подбирается определенные материалы с определенной износа стойкостью которую там держит это то есть их несколько раз туда то есть конечно право выбора она за врачом они за пациентом в данной ситуации он сам подбирает что лучше да что будет а здесь стоять и служить очень долго и в общем-то восполнять эту функцию дефекта зуба поэтому но это все делается на усмотрение врача понять по показаниям но вот решает окончательное решение за врачом но я так понимаю что стоматологических проблем у людей много вот там мосты всякие это ортопедия жида тоже или ортопедия как-то на ударе здесь поставить ортопедия да вот мосты вот какие то что еще можно сделать ваших отделениях когда например зуб разрушился или можно ли поставить какой-то имплант наверно нельзя не знаю что что еще можно сделать что у мс позволяет сделать государственно сегодня стоматологической клинике ортопедическая стоматология она не включена в программу мс но есть определенные льготные категории услуги которых по ортопедическому лечению оплачивает социальная защита вот то есть люди это пенсионеры ветераны они приходят к врачу стоматологу соответственно если им необходимо это лечение они получают справку о том что они нуждаются в ортопедическом лечении они обращаются соцзащиту и их ставят в очередь когда подходит очередь приглашают и люди проходят это ортопедическое лечение до наших отделениях понятно хорошо теперь ну вот вы за слово цементом прозвучал и так далее но я помню еще с детства все эти страшные машинки как то как они правильно называются у вас я хочу про оборудование поговорить потому что стоматологическое оборудование опять же сравнивая например что тоже не факт частную клинику где может быть очень красиво висят дипломы белые стены какие-то там современные так далее но не факт что оборудование там стоит самое лучшее вот что сегодня за оборудование чем вы работаете насколько это удобство для пациентов ну и насколько это уменьшает вот этот страх стоматологический который есть у населения здесь как хоть оборудование она у нас разная у нас идет постепенное переоснащение то есть часть уже оборудование новая но заменена часть как бы вот еще в процессе вот конечно жужжащих машины там которые из прошлого века у нас нет это всего турбинные уже механизмы и в принципе все это тихо и не так пугающий для пациента а вот так что проблем с этим нету ну и идет как бы поиск и приобретение как у любого руководителя чего-то нового хотелось бы да там я уверен что и битвы бывают потому что поликлиник то много на вернем направлении много еще такой вопрос очень важный помню когда очень активно говорили о спиде и прочих заболеваниях до передающихся через кровь то стоматологом тоже досталось две профессии было это парикмахер и стоматолог да много чего запрещали кстати поэтому зубы удаляли в специальных отделениях вот на сегодняшний день насколько те материалы которыми вы пользуетесь человека оберегают с точки зрения инфекции и прочих неприятностей но инфекция наверно все-таки это надо поднимать вопрос о стерилизации дезинфекция а вот опять так же централизация это их отделение позволило создать cso центральное стерилизационное отделение которых санитарно-эпидемиологические нормы выполняются все инструменты оборудование проходит обработку специальными дез средствами подвергнуты стерилизации там сухожары и автоклавы все это закуплено в больнице все это есть и всем этим общем конечно мы пользуемся и все это и согласно графику проверяется санэпидстанции поэтому все правила они соблюдены здесь нет опасения что-то там принести из стоматологического отделения как бы вот не хорошее но еще один вопрос теперь о кадрах потому что опять же у людей иногда складывается впечатление что я сейчас вообще в общем говорю что вот есть врач который работает в двух категориях первое это для него как бы условно почти бесплатно это государственная медицина и платная где-нибудь частный кабинет и так далее кто ваши стоматологи потому что опять же еще некоторые думают что вот уж тот кто работает там кто но это наверное те кто в частном кабинете плохо работает вот давайте мы этот миф разрушим конечно это нет это абсолютно не так во первых у нас в больнице существует преемственности обучения у нас проходит обучение ординаторы но скорее всего даже это не обучение это практика когда люди учатся уже в ординаторе имея диплом они выбирают определенную направленность то есть хирургию терапию и вот эта преемственность допустим по хирургии у нас есть и многие врачи они остаются потом у нас работать это молодые специалисты амбициозные желанием учиться и в общем-то ну и помогать и узнавать что-то новое за тот случай когда молодого водяда врача боятся наоборот у меня с новыми технологиями что молодые врачи они владеют все меняется все идет вперед и они владеют современными технологиями применяют современные инструменты и по поводу трудоустройства в частные клиники государственные здесь такого нет у нас тоже очень высококвалифицированные врачи и они оказывают помощь но у них уже чем в частных поликлиниках то что миграция пациентов есть там из государственных в частную в частном государственном конечно мы все это видим и видим работу свою и видим работу коллег из частных клиниках кстати вот чтобы не соскочили за то это бывает так что человек пошел частную клинику заплатил ну не будем говорить сумасшедшие но большие деньги потом пришел к вам и ваши коллеги и вы удивляетесь как вообще такое может быть да это бывает потому что пациенты приходят жалуются на какие-то там проблемы на боли после лечения и когда надо делать это смотреть да то есть есть тоже особенность лечения которые нам приходится устранять за коллегами сейчас на клинике еще такой вопрос это образование вот мы уже коснулись новые тенденции несмотря на все сложности которые ну видимо нас сейчас ждут ждут впереди возможность видеть новые способы новые подходы научная литература материалы вот как с этим вопросом у вас но сейчас министерство здравоохранения введена программа на могу непрерывного медицинского образования а врачи набирают баллы они проходят очень удобно посещать эти конференции в режиме зум формата там все это не прерывая работу не прекращая прием то есть в нерабочее время идут эти конференции все это очень красивые со слайдами и с видеоматериалом все это доносится до врачей мы следим за всеми новшествами которые в общем происходит стараемся конечно применять их своей практике а есть у вас уже такие вот врачи которые молодые которые прям вот действительно на чем-то таким работают и пытаются внедрить это или все-таки вы работаете то есть вы знаете что это можно до попробовать то есть вы можете предложить это пациенту но по ум с или по закону вы должны делать так как тут час ну фактически не то все эти новые методы они также будет меняем их на бесплатном приеме вот но тем не менее у нас есть лицензии на оказание платных медицинских услуг если это что-то такое в ранее в рамках территориальной программы то да конечно мы можем предложить это пациенту но право выбора за пациентом либо он лечится в рамках программы ом с либо то есть выбор всегда за пациентом варианты да они озвучиваются ну и самый последний вопрос очень много сегодня узнали во первых что служба работает самое главное какие профессиональные у вас планы что сейчас вы хотели бы то есть уже есть все как-то вроде бы собрано в этим такие большие крупные центры что в дальнейшем ждать нашим пациентам в дальнейшем у нас планируется расширение детского отделения потому что детишек много и рождаемость сейчас хорошая и здорово чем-то потребность да то есть вот буквально ближайшее время будет расширение детского стоматологического отделения также планируем вести ортодонтические услуги то потому что проблема с прикусом они как бы существует это вот как бы у нас в проекте вот и ну естественно конечно модернизация там частично оборудование что-то усовершенствование скорее всего тоже в планах введения имплантологии в поликлиническом звене вот не дремлите называется огромное спасибо ирина назелина убедила надеюсь всех наших телезрителей что стоматологическая служба руководителем которой она является любилецкой областной больницы работает работает по-новому в новом скажем так формате и есть прекрасная возможность ваши зубы а сохранить а б постараться сделать так чтобы ну если они все-таки покидают вас то чтобы вам было это не больно и чтобы на здоровье это не влияло спасибо вам огромное спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok